В Диканёвской колонии Юрий Чернышенко провёл 9 месяцев. 24 июня президент Пётр Порошенко освободил разведчика от дальнейшего отбывания наказания. Этого с нетерпением ждали сослуживцы из 92-й бригады. Решение комиссии по вопросам помилования в отношении Чернышенко было единогласным. Юрий говорит, до последнего не было ясно, есть ли он в списках. Член комиссии приехал именно в этот день, когда меня уже освобождали, и сказал, что вся комиссия в количестве 8 человек, которые там были, они как изучили моё дело и сказали, дело шито белыми нитками. История, из-за которой боец оказался в местах лишения свободы, тянется ещё с начала 2000-х. Тогда он работал в фирме, против сотрудников которой открыли уголовное производство за торговлю людьми. Их обвинили в отправке в Россию украинских девушек. По словам Юрия, служители закона требовали за его свободу 20 тысяч долларов. Но мужчина отказался. И суд, несмотря на все свидетельства, осудил его на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Юрий год воевал в зоне АТО. Под Иловайском его бригада попала под обстрел, а затем в засаду. Бросившись практически без защиты к своим побратимам, Муравей смог помочь пятерым. Остановил кровотечение, перевязал раны. Разведчик рассказывает, по возвращению с войны его схватили неизвестные с автоматами и увезли в Краматорск. Юрий был выкраден работниками СБУ Харьковской области. За участью работников центрального аппарата СБУ, он был жестоко, его жестоко катували два дни, две дни, с метою выбить из него зезнание о вбивстве мобильной группы Эндрю. Спустя год в исправительной колонии Юрию вручили почетный нагрудный знак вооруженных сил Украины за образцовую службу. Помимо побратима в освобождение разведчика, поспособствовали и в пенитенциарной службе. Была надежда, что человек, участвовавший в АТО, который проявил себя, спас, насколько я помню, пять человек тогда в боевых действиях, мы считали, что его помилуют. Были предоставлены положительные материалы, наше ходатайство, что мы ходатайство моего освобождения по помилованию. Надеялись все на положительный результат. Юрий рассказывает, все эти события он пережил благодаря поддержке сослуживцев. Оптимизм моих боевых товарищей, он был настолько силен, что они говорили, надо, мы с тобой, мы тебя никогда не бросим, есть шанс. Мы на войне друг друга не предали, здесь никогда не зададим никого. Это воодушевляло, конечно, на то, что я верил, в то, что оно действительно будет подписано президентом. Среди планов разведчика – возвращение на фронт, но всё будет зависеть от состояния здоровья бойца. Ксения Ручко, Алексей Жучков и Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив». Ксения Ручко, Алексей Жучков и Буцевич, Медиагрупп «Объектив».